Рабочее совещание с районным руководством, вручение планшетов, встреча с главным врачом ЦРБ это основные моменты рабочей поездки председателя законодательного собрания Сергея Голубева в Зубцовский район. Но с обязательным условием, продиктованным ситуацией. Везде в маске. Рабочая поездка председателя законодательного собрания Тверской области Сергея Голубева началась с вручения двоим школьникам электронных планшетов. Мероприятие прошло в рамках программы партии «Единая Россия», призванный обеспечить учеников средних школ из многодетных семей оргтехникой для дистанционного обучения. Даже несмотря на то, что учебный год закончен. Жизнь идет, и дистанционное обучение в той или иной степени развиваться будет. И ребята, тем более старшеклассники, вполне возможно, скоро уже будут задумываться относительно того, в какое учебное заведение поступать. Вот, собственно, от партии «Единая Россия», от депутатов законодательного собрания, от фракции, и мы хотели бы вручить планшеты, которые точно вам помогут для дальнейшей учебы. Затем спикер регионального парламента обсудил с руководством района выполнение работ по благоустройству Зубцова и состоянии экономики в период пандемии. Ряд предприятий до сих пор не работают. Испытывают трудности разного рода. С поставщиками, с выплатой налогов, с оплатой за энергоресурсы. Что касается наших плановых работ по благоустройству территорий, по ремонтам каких-то объектов, они у нас начались в запланированные сроки. Несколько сдвинутыми по времени оказались работы по газификации одного из микрорайонов города и замена приборов учёта тепловой энергии. В остальном же муниципалитет преображается. Отремонтирован памятник танку Т-34, перекладывают в тротуары. Ремонт дворов тоже идёт полным кодом. Отдельный разговор у Сергея Голубева состоялся с главным врачом Центральной районной больницы Татьяной Соколовой. Тема – пандемия коронавируса. В Зубцове уже открыт инфекционный госпиталь. Мы сейчас на 30 коек и собираем весь Запад. Это Ржев, это Осташков, это Торжок, это Сележарова и мы. Персонала не очень много у нас, потому что как раз те, которые персонал задействован, это порядка 50 человек, его как раз хватает на 30 коек. Эпидемическая ситуация в Зубцовском районе, по словам главного районного медика, напряжённая, но не катастрофическая и держится под контролем. Что касается медикаментов и средств индивидуальной защиты, то здесь всего хватает и даже с запасом.